Для нас нет абсолютно закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, любые ваши устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери. Да вы в этом и убедились во время своего посещения Беларуси. Я только что разговаривал с премьер-министром Армении, он позвонил перед своим визитом в Сингапур, ну, во-первых, просил передать привет президенту, на что я ему сказал, что и не думай даже, мы его торопить в Армению не намерены, тем более, что он занимается нужными для Армении вещами. Во-вторых, я должен сказать, что вы действительно не торопитесь обратно, хоть тут и мы рядом живем, но тем не менее вырваться президенту не так просто, посмотрите то, что вас интересует с точки зрения развития экономики, промышленности, сельского хозяйства. Вы как человек толковый, умный, образованный, более того, практичный, вы знаете, что посмотрите, что очень важно и полезно для Армении. Сотрудничество у нас было на нуле в свое время. Сегодня мы хоть и не имеем огромного товарооборота, но за 50 миллионов долларов годовых, это неплохая динамика, если ее сравнивать с теми нулевыми показателями. И у нас сложились очень хорошие, теплые отношения со многими представителями Армении, в том числе и частного бизнеса, вы знаете и моих друзей в Армении, которые инвестируют в Беларусь. Я очень им благодарен. У меня одно правило – дружба – дружба, а государство – это все отдельно, и моя служба с этим связана не должна. И когда ко мне обратились за поставками, разрешением поставок каких-то товаров, особенно чувствительных для Беларуси, я сразу сказал – общие принципы. Приходишь в Беларусь, открываешь предприятия, создаешь рабочие места, инвестируешь, поставляй, пожалуйста, сырье, дорабатывай. Точно так мы организовывали розлив коньяка с Царукяном здесь. И это успешное предприятие. Точно так и мы организовывали работу белорусского армянского торгового дома. И, как мне докладывают, 30-40% товарооборота между Арменией и Беларусьей идет через него. То есть мы уже, так сказать, притерлись в экономике в плане нашего сотрудничества, основой которого является создание совместных предприятий. Мы готовы идти этим путем. Вы, наверное, чувствуете, что к армянам в Беларуси очень добрые, теплые отношения. Да и вообще наш народ такой, что не предъявляет особых претензий ни одному из народов. Главное, чтобы это было на основе уважения, может быть, какой-то, мы люди советские, я часто говорю, какого-то братского такого отношения. С армянами всегда были хорошие отношения, что мы пытаемся делать и сейчас, поддерживая эти отношения. Поэтому вы можете быть спокойны, несмотря на то, что раздаются разные голоса, в том числе в Армении. Это, наверное, естественно, что нас за что-то там критикуют, мы критикуем кого-то. Я думаю, это естественно, но главный тренд состоит в том, что мы с вами союзники, мы с вами действуем с одинаковых позиций, у нас, в принципе, нет расхождений даже по международной повестке дня. В этом ключе мы всегда будем действовать, вы это тоже должны знать.